28 августа не стало хранителя Петропавловского ботанического сада Равиля Резапова. Это огромная потеря для городской оранжерии. Цветущий оазис на севере страны – его заслуга. Равиль Хасанович привозил ростки из других стран. В тяжелое для оранжереи время вкладывал личные сбережения. В память заслуженного агронома в ботаническом саду прошел пленэр. Участвовали больше 30 юных художников. Каким они увидели зеленый уголок Петропавловска? Расскажем далее. Художники видят мир вокруг по-другому. Это факт. Вот и на ботанический сад юные мастера кисти взглянули иначе. Заметили детали, которые посетители обычно оставляют без внимания. Творили в полевых условиях. Но в этом и идея пленэра. Сейчас глазу художников открыто то, что в мастерской недоступно. Солнечные блики сменяются тенями облаков. И даже начавшийся дождь внес свою лепту, отмечает Тимур Боязитов. Он использует технику акварель. Говорит, каплю придали картине особый шарм. Я выбрал аллею, которая ведет в основной ботанический сад, потому что здесь есть как элементы архитектуры, так и элементы живой природы. Что как раз таки помогает мне раскрыть мое мастерство и показать как можно больше элементов на бумаге. Здесь очень интересно. Я вообще человек, интересующийся многими вещами, и растения меня тоже в какой-то степени привлекают. Своей красотой, большим количеством деталей. Природа самый совершенный художник и самый совершенный скульптор. Оруженная Браева делать наброски ушла вглубь ботанического сада. Но по пути приметила не меньше десяти локаций для будущих картин. Говорит, была в оранжерее и раньше. Но каждый визит сюда отличается. Каждый раз ощущения разные, потому что сначала ты приходишь в первый раз, у тебя такое обобщенное мнение. Мы только были тут не во всех местах. А сейчас, где-то полтора года, я прихожу, снова такое ощущение интересное. Тут уже смотришь, уже вспоминаешь те разы и еще более детально запоминаешь все эти места. И не только сад изменился, отмечает Оружан. На картину влияет и погода, и настроение художника. Уголок для творчества в жемчужине Петропавловска нашел каждый. По словам, творцов, ботанический сад – идеальное место для пленера. В этот раз в нем участвовали около 30 юных художников. Часть картин подарят оранжереям. Создадут галерею в память хранителя Равиля Резапова. Мальчишка он попал сюда в 12 лет. Здесь был мясоконсервный комбинат с огромной зеленой территорией 16 гектаров. Выращивали овощи для производства. Трудился Равиль Хасанович и рабочим, и мастером по озеленению, и ведущим агрономом. Тогда был мясоконсервный комбинат, и он вывозил выставки своей продукции на различные площадки, в том числе и за рубеж. Это соцлагерь, это Прибалтика, это Восточная Европа, это Закавказье. Когда он попадал туда, он видел растения, которые нетипичные, которые у нас нету. И старался какие-то черенки, семена, саженцы привозить оттуда. Так росток за ростком сад разрастался и цвел. Огромная заслуга Равиля Хасановича в том, что ему удалось сохранить оранжерея в тяжелые 90-е. Когда союз распался, начался кризис, судьба сада мало кого заботила. В тяжелые 90-е, даже здесь внутри, когда света, тепла в городе даже не было, топили костры, сохраняли как могли. То есть это объект. Со временем, конечно, объект получил развитие. То, что мы сейчас видим, это результаты упорного труда. То есть кропотливый труд, не всегда было понимание. Но, тем не менее, Равиль Хасанович всегда находил возможности, пути сохранить этот объект. Вкладывал личные сбережения. В тяжелый для оранжереи период заложил квартиру. Приходили судоисполнители. Но даже в такое время Равиль Хасанович продолжал привозить ростки экзотики из разных стран. Он посвятил оранжереи больше 50 лет жизни. Создал оазис в самом холодном северном городе страны. Сейчас в Петропавловской жемчужине больше 2000 видов растений. Дают плоды бананы, лимоны, агава, цветут пальмы и мексиканские кактусы. Равиль Хасанович скончался в возрасте 73 лет. Он отличался добротой и начитанностью, а главное – любовью к своему ремеслу. Про таких, говорят, нашел свое дело. Человек не может жить вечно, но может создать то, что останется на века. Равилю Хасановичу это удалось. Недавно общественники Петропавловска вышли с предложением присвоить ботаническому саду его имя.